Интересная такая логистика. Ну а мы, да, в сегменте, который... А вот он сам себя как будто испугался и решил играть через опорную зону. Здесь серия ошибок, за которые, может быть, Тоттенхэм наказан. Дебала! Вот так. 1-0! Пауло Дебала! Лучший игрок атаки «Ивентуса» прошлого сезона. Самый результативный, самый эффективный в этой ситуации не сплоховал. Но здесь, конечно, отметим, помимо провала центра обороны, еще и то, как разобрался Перейро. Вот отсюда все началось. Но зачем? Миллер подсовывал этот пас Мейсону. Тот начинал спасать и дрожат буквально ноги от Думиника Бола. Ну а Перейро все сделал просто для партнера здорово. Мне кажется, Дебала здесь не мог промахнуться. Да, здорово Перейро убрал мяч под себя и выкатил мяч аккуратно. Было время у Дебала и на ворота посмотреть. Кстати, замечательный повтор. Мы видим, как он этот взгляд бросил. Обработал мяч, пробил мимо голкипера. 1-0. Резво начинает «Ювентус». Передача за авторством Перейро и гол за Дебала. Ну что ж, яркое начало. И отмечаем, что Шпоры отправляют мяч вот в эту большую такую зону. Такую сейфти-зону между бортами, между щитами рекламными и линией аута. Ну, Тоттенхэм все три предыдущих матча, можно сказать так, за закрытыми дверями проводились в таких совсем келейных условиях. Играли еще дома при подготовке к этому австралийскому выезду. И еще один момент. И вновь Дебала на своих быстрых ногах. Посмотрите, как улетает от соперников. Картер Уикерс никак догнать здесь не мог. И подработал здорово, удобно пробил. Еще траектория была такая неоднозначная для ворона. Но справился довольно с тяжелой. Артем, да, обрати внимание, все острицы были в минимум касании проведены. Вот и здесь скидка. И вот уже Дебала на ударной позиции. Стандартное положение. Здесь Микди Бинатья бьется. Вместе с Руганем подбор за Ювентасом. Пьянич! И гол! Два ноги Бинатья! Прекрасный удар! Ты знаешь, столько я хотел сказать после этой подачи с углового, что Бинатья невероятно опасен чужой штрафной при стандартах. Когда он один сезон за Ромом провел, он забил порядка шести мячей. Учитель здорово, подключаясь к стандарту. Ну, здесь тоже опять неаккуратно вынесли. Пьянич! Мягкая подача! Пласер! И в дальнюю дикту. Ну и, естественно, претензии тут же от игроков Тоттлхэма, чтобы подталкивал Бинатья перед прыжком, вышившимся голом, толкал в спину Киренетри Пьера. Миралема пьяничает, что-то не как. Голиадо. Ну, а это гол уже Тоттлхэма. И забивает Ламелла. Ламелла. Да, вот из всей этой юношеской поросли, что вышло на замену, он, конечно же, выделялся и выделяется, но и исполнение. Помните его удар в притерпку со штангой после небольшого рикошета? Ну, а здесь потеря в центре поля. Здорово играет в отборе. По-моему, это Ваньяма был. Да, Винсент Ваньяма. Идеальное действие в отборе против Эрнанеса. Да привозился Эрнанес. Да привозился. Именно он, по-моему, эту потерю совершил. Ну и потом уже Ламелла с родной левой ноги исполняет. Так, не прочь были бы, если бы была бы ничья. Чаще серия пенальти. Серия пенальти – это всегда роскошь, это какая-то дополнительная интрига. И возможность днем хороший футбол посмотреть. Победенный перерыв. Да, быстро, быстро убежали в эту контратаку. Вот, собственно, в таком режиме действовал Ювентус в первом тайме. И Тоттенхэм оружием соперника наказал, но в то же время мы не отметим, не можем не отметить тот факт, что очень часто он выводил с партнеров на хорошую позицию. И вот сейчас Черри оказывается в овце. Нет рукой. Кажется, показывает, что рукой себе подыграл Черри главный арбитр. Но ориентируется он на отмашку своего ассистента. Передача была очень хорошая на Черри. Смотрите. Опять не очень здорово. Прямо скажем, вверху сыграл Доминик Бол. И пас на Черри действительно смотрелся. Да, но все-таки показательный момент, что из всей вот этой Тури тоже не хватает почти всем футболистам Тоттенхэмам в этом матче. Роскошный пас, наконец! Только я заговорил о качестве передачи. Сейчас, наверное, чуть ли не лучший пас за все вот эти 76 минут у игроков Тоттенхэма прошел. Да, отличная передача. И точно в грудь Эдвардсу от Едлина. Ну и, наверное, проблема Эдвардса в том, что, скажем так, в своей лиге и в своих турнирах молодежных здесь подкаты пошли от переизбытка эмоций. Да, там против Ламеллы правило нарушено, но быстро разыграли игроки Тоттенхэма. И тот же Ламелла сейчас... Ну, я не знаю, общекомандную вот эту спайку, связку. И только улучшит ее вполне возможно. Поэтому, может быть, и не понадобится...